Всем большой привет! Только я озвучила, что скоро придёт моя посылочка из H&M. Прошло пару часов, пришло сообщение, и мы сейчас направляемся в СДЭК. Если вам интересно, пойдёмте вместе, будем всё это примерять. Сразу скажу, что посылочка такая неоднозначная, потому что там много белого, и я понятия не имею, как это вообще всё сочетать, с чем носить. В любом случае, мне кажется, будет интересно. Конечно, посылки две, некоторые вещи спортивные, некоторые такие базы, классика. Все вы знаете, что сейчас идёт такая масштабная, масштабный сейл, распродажа. Будет интересно посмотреть, какие цены сейчас, в данный момент, и выгодила ли я что-то или нет. Чувствует моё сердце, что мне придётся впервые в жизни делать возврат. Ох, никогда я это в жизни не делала, не заполняла бумажку, но посмотрим, как это делается в любом случае. Да, у меня уже такие негативные прогнозы, но надеюсь, всё будет круто. Так что да, если интересно, погнали. Всё произошло очень быстро, стихийно. В общем-то, я получила свои вещи, я тут же побежала домой мерить всё это. И, как я и ожидала, что многие вещи мне не подойдут. Да, как вы многие заметили в комментариях, да, я похудела на 15 килограмм, и теперь я думала, ну всё, сейчас у меня будут белые леггинсы, белые штанишки. Всё на мне будет так идеально смотреться, размеры S. Вышло так, что нужен уже XS, низ. Да, не потому что я такая худая, а просто леггинсы и штанишки, которые я брала, они немножко больше мерят, и мне, в принципе, больше нравится, когда это всё обтягивается. В общем-то, давайте по порядку. Я уже получила посылку, отдала её обратно. Сейчас ем ягоды и записываю видео. Первое, что я открыла, распаковала, это были кеды. Кеды вышли мне в 845 рублей. Мне понравилось, что они на высокой платформе, они красивые, они универсальные, они подойдут подо всё. И я подумала, что всё, эту вещь я беру по-любому за такую цену, такие нейтральные, классические, базовые вещи мне нужны. Дело в том, что пока я их надевала, я подумала, что да, окей, они достаточно мягкие, удобные, но в них супер жарко. У меня кондиционер сейчас на 20, на улице довольно-таки прохладно, где-то 24 градуса, да. У меня все ноги вспотели, хотя вроде бы они сделаны из парусиновой такой ткани. Хлопок, я не знаю, что это, но в них ужасно жарко. Это сразу нет, мне такое не подходит, поэтому на возврат. Следующее, что я померила, это были молочные, такие белые, ну, беломолочные, я не знаю, как это сказать, это такой оттенок. Скажем молочные, молочные брюки, которые на сейле уже давно, сейчас они стоят 919 рублей, есть вся размерная линейка, я видела их в магазине, они были представлены, там были только XXL. Странно, что девушки плюс S не выбирают себе такие штанишки, конечно же, они их не выберут, не потому, что они им не подойдут, а по одной простой причине, что они все просвечивают даже на размер S. На мне. Окей, да, можно было надеть более подходящее белье, хотя на мне серые бесшовные стринги. Их все равно видно. Светло-серый просвечивается. Я подумала, что это слишком сложная вся затея, вся эта история слишком не для меня. Я подумала, что если даже оставлять эти молочные вязаные штанишки, то только для дома. Но, тем не менее, я подумала, что за 919 рублей, ну, наверное, не то, что я хотела. Не, не в смысле, что это дорого, это очень хорошая цена для таких штанов. Они теплые, они обалденные, они красиво смотрятся, они освежают, но как-то вот они не дотягивают до того, чтобы носить с удовольствием каждый день и подо все. Плюс на мои параметры было бы лучше XS даже взять, потому что они немножко тянутся, и будет приятнее, если в талии они будут поуже. У меня живот как бы еще есть, но талия достаточно маленькая сейчас. Вот. Следующие. Точно такие же штаны в сером оттенке, и это любовь навсегда. Я хочу выбрать точно такие же штаны, только в размере тоже XS, чуть поменьше. Они ничего не просвечивают, они выглядят абсолютно нейтрально, они подойдут подо все. Белые кеды, у меня серая боди Levi's, Levi's есть. У меня голубая сумка такая тоже пыльно-серого оттенка, она идеально подойдет подо все. Эти брюки. Мне они ужасно понравились. Мне кажется, в чуть более прохладную погоду, на осень, с ботинками, с кожанкой, это будет очень-очень красиво. С этими брюками я сделаю отдельный какой-нибудь аутфит, куда-нибудь вставлю, какой-нибудь аутфит of the day сделаю видео. Мне кажется, это очень-очень красиво, всем советую. Они стоили, эти штаны, 2299 рублей, сейчас они 919 рублей. Это точно такие же, как и молочные, только серые. Серый оттенок – это любовь. Он такой сероватый, чуть даже какой-то пурпурный, не буду говорить пурпурный, но как будто что-то теплое в нем есть. Все, это крутая вещь, заказывайте все. Кстати, на мой рост, я понятия не имею, какой у меня рост, наверное, где-то метр 70, метр 70 нормальная длина. Много было отзывов, что это брюки короткие. Ни хрена они не короткие, нормальные. Крутая вещь, берем. Следующее – это, скажем так, кюлоты. Стоимость где-то 699 рублей, тоже со скидкой на сейли. Размер S, и это нормальный размер. Они чуть-чуть, не то чтобы маломерят, они прямо вот размер в размер. Мне S-ка подошла, меньше ни в коем случае, больше не надо. Размер S – это, как это называется, лапша, рифленая. Вот это вот такой врубчик. Это называется врубчик. Черные, нейтральные. Можно с туфлями, можно с кедами, можно с босоножками. Можно сверху красивую какую-то рубашку. Это будет очень стильно смотреться. Можно просто для дома. Абсолютно нормально выглядит. Они тоненькие, в них не жарко. Это не как те серые штаны, которые вязаны, которые такие более плотные. Это легкие кюлоты на каждый день, для дома, для всего, чего вы хотите. Смотрится классно. Я сомневалась насчет длины, потому что у меня никогда не было таких коротеньких штанишек. Я думала, что это будет немножко резать мой рост. Ну, как-то уменьшать меня, да. На самом деле, классно смотрится. Тем более, сейчас я ношу такую красивую цепочку на ноге. И лишний раз показать свой потрясающий загар, цепочку, акцент на обувь. Это выглядит классно. Следующий лот из Asian Demo – это леггинсы размера S. Леггинсы врубчик белоснежные. Я уже брала эти велосипедки. Я сказала леггинсы. Это не леггинсы, это велосипедки. Тот же самый артикул, те же самые велосипедки, только в черном оттенке. Я тоже покажу, как они выглядели. Они супер плотные, они обалденные. У меня размер S черных и размер S белых. Черный мне нравится. Я ношу абсолютно совсем топ. Джинсовка, рубашка. Сейчас это супер модно. С кроссовками, с босоножками. Неважно. Кстати, много получаю комплиментов. И даже в спортзале, когда я хожу в этих велосипедках на стретчинг, многие девчонки спрашивают, где я такие брала, потому что смотрятся классно. И думала я, дай-ка я закажу себе белые. Понятия не имела, с чем носить, как сочетать. Но нюанс в том, что белые велосипедки пришли другого качества. Они чуть короче, и они гораздо мягче по материалу. То есть еще и просвечивают. Я подумала, что если бы они были такие же, как черные, плотные, было бы еще куда не шло. Все равно предмет сомнительный. Я не знаю, как это носить, с какими рубашками, с какими оверсайз, свитшотами и прочим. Я померила. Мне, наверное, все-таки не подошло. Я не хочу долго париться и думать, как это носить. Тем более, если хочется пойти красиво в спортзал, все равно лучше, чем черные велосипедки или черные леггинсы. Не может быть ничего. Ну вот, захотелось в моей душе чего-то необычного и посмотреть, как будут выглядеть на мне белые велосипедки. И я это сделала. Кому хочется заказать, если вы стройная девушка, худенькая, берите 100% XS, потому что они тянутся. S достаточно даже свободная. Я не знаю, почему. Просто может быть такая ткань мягкая сама по себе. В общем-то, да, вот такие вот пять предметов, которые я заказала из H&M. Два из них я оставляю. Это серые теплые брюки вязаные и черные брюки-кюлоты. Все остальное идет на возврат. Я первый раз это делала. Оказывается, это делается очень-очень просто. Мне буквально нужно было расписаться, поставить дату и какую-то цифру. Все. Ждем денежек обратно. И из своего вышлиста сразу скажу, что я хочу. Я хочу Adidas кеды, которые сейчас тоже на сейле. Они стоили где-то 8300. Сейчас они 4300. Около того. Но сейчас не буду врать. Окей, я покажу ценник, покажу саму модель. Они прикольные. Они прикольные. Они нейтральные. Я хотела именно оригинал, нейтральные белые кеды, чтобы они были кожа, эко-кожа, неважно что. Лишь бы не тканевые, чтобы я могла их протереть. Потому что я в последнее время очень часто попадаю под дождь. Почти каждый день, а иногда даже два раза в день. И мои тканевые кроссовочки не вывозят. Мне нужно нормальное что-то, что даже если мокрая погода, я могла в них выйти и не промокнуть. В общем-то, такое вот было видео. Я, как всегда, ни хрена не подготовленная. Я думаю, что я запишу вам прям всякие аутфиты на улице. Но вы видите, да, в каком я просто в майке, в кардигане. Кстати, это кардиган мой любимейший. Заказывала я его тоже на H&M. На H&M. В H&M. И он сейчас на сейле. Стоит в районе 800-900 рублей. Он очень-очень нежный, приятный. Красивый оттенок. Тоже берите малюсенький размер, потому что он оверсайз. Это, по-моему, XS. На мне. И он длинный. Ладно, покажу. На. Такой длинный. Мне нравится его носить дома, как халатик. Я люблю ходить в нем на улицу. Просто сейчас достаточно жарко. Как бы, ну, не поймут, почему я в вязаном кардигане. Так что, да. Завтра я иду в 2 часа дня на процедуру счастья для волос. Мои волосы преобразятся, и вы это увидите. Все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, какие-то предметы из H&M вам понравились. Напишите в комментариях, какие у вас любимцы, которые вы заказываете каждый раз. Это не последнее видео про обзор одежды из H&M, потому что у меня много чего есть показать. И, конечно же, будут фавориты, которые все еще есть сейчас на распродаже. Так что... Так что... У меня просто сообщение с работы. Так что, да, увидимся с вами очень-очень скоро. Всех целую и всем пока-пока.